Министр обороны США Чак Хейгел предложил сократить численность американской армии до самого минимального её размера со времён Второй мировой войны. По его словам, этого требует необходимость экономии средств. Ранее Пентагон планировал сократить 520-тысячную армию до 490 тысяч военных. Теперь же решили оставить 440-450 тысяч человек. «Поскольку мы завершаем нашу военную кампанию в Афганистане, то этот бюджет будет первым, который полностью отобразит изменения, производимые Министерством обороны США после 13 лет войны». Кроме того, Пентагон снимает с вооружения военно-воздушных сил ряд боевых самолётов, в том числе штурмовики А-10. При этом Хейгел признаёт – сокращение бюджета несёт определённый риск. «Меньше военнослужащих, меньше кораблей, меньше самолётов. Готовность нестандартная. Конечно, есть риск». В то же время председатель Объединённого комитета начальников штабов США Мартин Дэмпси полагает, что экономия государственного бюджета не должна осуществляться за счёт военнослужащих. «Сейчас мы все готовы пойти на риск, но никто из нас не готов участвовать в афере, поскольку в конце концов речь идёт о солдатах, матросах, лётчиках, морских пехотинцах, береговой охране, наших американских сыновьях и дочерях, которые завтра столкнутся с проблемами стратегии, структуры и ресурсов, развитию которых мы способствуем сегодня». Глава Пентагона планирует официально представить проект сокращения вооружённых сил Конгрессу США на следующей неделе.